Аллилуйя Поднимите к Нему руки, сейчас оставьте в народе Будьте Ему не только устами, но и своими сердцами Пусть хвала сейчас сольется из наших сердцев Перед местом от благодати, свадая нашего дворца Ибо Он достой Ты достой Ты достой Ты достой Ты достой Бог всего Творение от тебя Все мнение для тебя Ты достой Славы От всего Ты достой Ты достой Бог всего От всего Ты достой Славы От тебя Все Благодарим тебя Я достой Бог всего Благодарим тебя Иисус Ибо Ты достой Всей Хвалы Всей Славы И Всей Чести И мы Воздаем ее Тебе Как церковь твоя Как народ собранный во имя Твое Потому что блажен народ у которого им Господь есть Бог И мы церковь твоя Собранная тобой В тело твое Славим Сегодня тебя На всяком месте где мы находимся Поднимая к тебе наши чистые руки Восхваляем твое святое имя И говорим Ассана Выждет Ассана Выждет Поем тебе Эту славу Прими Ибо ты Достоин Мы Своей Хвалой Устрояем Престол Устрояем Дрон тебе И просим тебя Приди И восять на него Иисус Иди Дуй 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 Которое сегодня будет звучать на этом месте Будет, как обоюдоострый меч, проникать до глубины Разделяя дух от души сустава, от мазков И судя по мышлению и намерению сердечной Пусть слово твое, оно не будет тщетным Пусть оно делает то, для чего ты его сегодня посылаешь, Господь Пусть оно разрушает ермо дьявола Разрушает все, что насадил мир И насаждает божественное То, что взойдет и принесет плоды угодные тебе Мы, Господь, мы как ветви, которые привиты на лозе Мы ветви, привитые на лозе И лозой являешься ты, и мы просим тебя Дай нам сегодня питаться соками твоими, Господь Дай сегодня нам слышание к слову твоему Чтобы мы были разумными людьми Слыша слово твое, не оставляли его без внимания А действовали относительно его, изменяя свою жизнь В угоду тебе Дай нашему внутреннему человеку возрастать В полную меру возраста Нашего Господа Иисуса Христа Я молюсь, Господь, сегодня о том Чтобы все, что нам придет и мешает Было удалено от нас На расстоянии, как юг от севера И не приближалось к нам никогда Я молюсь сейчас о братьях, сестрах Которые имеют нужду в исцелении Чтобы прямо сейчас они были исцелены во имя Иисуса Христа Пусть всякая хворь, всякая инфекция Отойдет от них во имя Иисуса Христа И будет она разрушена Молюсь о тех, кто нуждается в благословении финансовом Пусть источники откроются И Бог изольет до избытка во имя Иисуса Христа О, Господи, я молюсь о тех, кто нуждается в восстановлении отношений Пусть любовь Божья наполнит сердца людей И избытка, чтобы реки живой воды потекли Чтобы ушло, Господи, все ненужное Ушла обида, горечь, разочарование И пришла радость, пришла радость Мир и праведность, что является царствием Твоим Благодарю Тебя и молюсь за всю, Господи, церковь, престолу Благословляй, благословляю, благословляю на всяком месте Где сегодня проходят собрания наших братьев и сестер И пусть Твое благоволение будет пребывать над ними И пусть Дух Святой сегодня соделает чудеса И знамения и подтверждает силу нашего Господа Потому что наш Господь силен и вспомнить обещанное И Он сказал, что церковь Его есть новое утверждение истины И врага Ада не одолеют ее Во имя Иисуса я провозглашаю, что врага Ада не одолеют нас Давайте восхвалим сейчас нашего Господа На всяком месте, где мы есть Давайте будем лековать впереди Достой Бог всего Посвящен и Бог Бог всего Ты достой Бог всего Все творение от Тебя Все творение для Тебя Вы достой Ты достой Ты достой Ты достой Ты достой Славь тебе Вынимайте тьми руки Возвучайте Свои глаза Направляйте Свои сердца Тебе Ты достой Все творение для Тебя Достой Ты достоин из Тебя Все творение от Тебя Все творение от Тебя Ты достоин из Тебя Давайте дадим хорошие аплодисменты там, где мы сейчас есть Дайте хорошие, хорошие аплодисменты Аллилуйя Доброе утро, доброе утро, братья и сестры Мы приветствуем вас из церкви Ковчег города Сочи Приветствуем вас и рады вам служить, потому что мы любим вас И верим, что Бог сегодня будет что-то делать для вас Потому что Бог всегда что-то делает для своих детей Просто ожидайте, просто ожидайте Потому что Бог обычно действует согласно ожиданиям и более того И пусть сегодня Бог сделает более того, более вашего ожидания Потому что я уверен, наш Бог, он благой Бог И давайте воздадим ему хвалу Я приветствую всех, особенно телезрителей канала «Вера24» И всех, кто сейчас смотрит нас в онлайн-трансляции И те, кто будет пересматривать эту проповедь Мы приветствуем вас, мы любим вас и мы служим для вас Давайте поаплодируем нашей сегодня мужской команде Прославления Нет, друзья, хочу успокоить вас Мы не запретили женщинам служить Нет, нет никаких новшеств, все нормально Просто так сегодня вышло, что братья одни служат И даже немножко грустно без наших прекрасных женщин Они так хорошо дополняют или мы их дополняем Наверное, скорее всего, мы дополняем их Поэтому слава Господу за то, что сегодня братья служат Но все-таки лучше, когда мы вместе Правильно? Ведь лучше, когда мы вместе Я думаю, это время придет, когда мы снова будем вместе Мы уже раз попробовали неудачно чуть-чуть, но ничего Все будет хорошо, друзья мои Давайте воздадим Господу хвалу, Он достоин И сейчас можете присесть на всяком месте, где вы находитесь Можете поставить на паузу, как Максим Шкабарин советовал Пойти заварить себе крепкий кофе, чай, взять что-нибудь съестное Прийти назад, включить, и я уже что-то буду говорить Уже что-то скажу, а могу подождать немножко Так поговорить о чем-нибудь, чтобы вы уже вернулись Я вас приветствую везде, где вы есть Сегодня у нас опять церковь в каждом доме Напишите, где вы сегодня находитесь в нашем чате Поставьте лайки, напишите какой-нибудь комментарий Это продвигает наш аккаунт в соцсетях И это все-таки является евангелизацией своего рода Поэтому, если вы сейчас нас смотрите, пишите свои комментарии Пишите какие-нибудь слова, пожелания братьям и сестрам И можете и пастору тоже поблагодарить Ничего, вот можно, да? Это нормально, кстати, все хорошо Не зазнается пастор, не переживайте, все будет классно Слава Господу за все, за то, что Бог жив и Он действует Аминь? Аминь! И мы продолжаем говорить на тему Ну где же был Бог? Мы начали такую тему Ну где же был Бог? И говоря о том, что люди часто задают именно этот вопрос Когда в их жизни и в жизни их близких что-то случается Особенно из ряда вон выходящие Когда ситуация выходит из-под контроля Когда она развивается не так, как бы мы хотели И если она еще приносит нам много огорчений и вреда Люди часто задают такой вопрос Ну где же был Бог? Где же был Бог, когда умирал мой ребенок? Где же был Бог, когда мы попадали в аварию? Где же был Бог, когда падал самолет? И такой вопрос он задается часто Люди почему-то, когда что-то происходит в их жизни Начинают вспоминать о справедливости Бога Предъявлять ему разного рода претензии в его бездействии Не знаю, но так мы устроены И вот часто это можно услышать из уст людей Особенно неверующих Ну и также верующие задают такой вопрос Пусть не вслух, но внутри себя, в своем сердце Когда ситуация бесконтрольна Когда она развивается не так, как им бы этого хотелось Но при этом человек не видит Своей причины в плохом развитии ситуации Он видит, что он в правоте находится В праведности Но почему-то ситуация развивается не так Вот после трагических событий Случившихся в США 11 сентября 2001 года Напомню вам, это были взорваны башни Близнецы, совершился теракт И погибло около трех тысяч человек И вот дочь Билли Грэма Участвовала в ток-шоу Посвященном этим событиям И на вопрос ведущей Джейн Клейсон Как Бог мог позволить такому случиться? Или другими словами Ну где же был Бог, когда взрывались эти башни, близнецы? Когда гиб народ Анна Грэм Дала следующий ответ Читай, я его прочту Чтобы была цитата Процитирую Я верю, сказала она Что Бог так же, как и мы Глубоко скорбит о том, что произошло Но ведь мы годами Выгоняли Бога из наших школ Из нашего правительства Из нашей жизни И я думаю, что Бог, будучи джентльменом Просто отступил Можем ли мы Ожидать от Бога Благословения и защиты Если мы При этом требуем Чтобы Он Нас Оставил И дальше она Приводит целый список Когда И в какое время Бога выгнали из школы Из университета Из правительства Сегодня, когда мы Друзья, задаем Вопрос Ну где же был Бог? Хорошо бы ответить На вопрос А я впустил его В свою жизнь Ты задаешь вопрос Ну где был Бог в этой ситуации? Но ответь на вопрос А ты впустил Бога в эту ситуацию? Ты задаешь вопрос Где был Бог В моих финансах? А я спрошу тебя А ты впустил Бога В свои финансы? Может быть мы закрыли Сферы жизни Своей для Бога Какие-то Держим открытые А куда-то Его не впускаем А потом, когда там Случается оказия Мы начинаем задавать Вопросы Ну где был Бог? И вот в прошлый раз Мы говорили Что Должны в любой ситуации Быть уверенными То что Бог Не оставит То что Бог Придет своевременно В любую нашу ситуацию У нас Должна быть Позиция Я знаю И уверен Что Бог Придет Скажи прямо сейчас В какой бы ты ситуации Сложной Не находился Скажи эти слова Я знаю И я уверен Что Бог Придет И знаете Это не просто вера Да и аминь Верой мы угождаем Богу Но это знание Это должно быть знание На уровне знаний Я знаю Я уверен Что Бог придет И эти знания Зиждутся на том Что Бог Мы знаем Мы знаем Что Бог Силен исполнить обещанное Потому что в нашей жизни Есть масса Свидетельств Когда Бог Исполнял обещанное Если вы повернетесь И посмотрите на свою жизнь Вы увидите Эти свидетельства Что Бог вас не оставлял В трудной ситуации И когда мы смотрим На эти свидетельства У нас есть знания Накопленные знания О том Что Бог не оставит Бог обязательно Придет И мы говорили О ситуации Лазаря Марфы И Марии И так Лазарь Невзирая на то Что Иисус Христос Любил его Умер Сестры Лазаря Марфа И Мария Послали сказать О том Что перед этим Как он умер Он заболел естественно И сестры его Послали сказать Иисусу Христу О том Что Лазарь Которого ты любишь Иисус Он болен Иисус Услышал эту весть О болезни Лазаря И остался На том месте Где весть Его настигла Еще На два дня Вот как об этом написано В Евангелии от Иоанна В одиннадцатой главе Шестой И седьмой Стихи Когда же услышал Что он болен То пробыл Два дня На том месте Где находился После этого Сказал ученикам Пойдем Опять В Иудею И возникает вопрос Почему же Иисус Не сразу Пошел к Лазарю Как только услышал Весть О его болезни Ведь вероятнее всего Если бы Иисус Пришел сразу То он мог бы исцелить Лазаря Ну ладно Лазарь Он уже умер И ему все равно было Но он бы мог Избавить Марфу И Марию От страданий От горечи Утраты Которую они понесли В результате смерти Марфы Если бы только Иисус Пришел Вовремя Если бы только Иисус Вмешался То не было бы Этой трагедии И Лазарь бы не умер И Марфа бы И Марии Они не скорбили И знаете Когда Марфа и Мария Посылали Весть Иисусу О том Что Лазарь Болен Они надеялись Что Иисус придет У них было основание Этой надежды Потому что Писание говорит Что Иисус любил И Марию Марфу И Лазаря Иисус не раз Бывал в их доме У них были Какие-то особенно Тесные отношения С Иисусом И соответственно Они рассчитывали На то Что как только Иисус Услышит Весть О том что Лазарь Болен Он оставит все свои дела Потому что Он любит нас И придет И исцелит Лазаря Они надеялись На исцеление Но Иисус Не пришел Знаете вот в жизни Каждого из нас Тоже есть основание Когда мы надеемся На то что Иисус Или Господь Придет тогда Когда нам это надо Тогда когда Мы его ждем Иисус Я же служу тебе 24 часа в сутки Не покладая рук Ты должен прийти И именно сейчас Иисус Посмотри сколько я жертвую Я больше всех жертвую в церкви Я даже в своей семье Оставляю меньше Чем приношу в церковь Иисус Ты обязан прийти в мою ситуацию Потому что я сейчас нуждаюсь А я молюсь сколько Я вообще из тайной комнаты не выхожу Я 24 часа в сутки Совершаю молитвы Не только за себя Но и за братьев И за сестер И за всех Кто бы мне не написал Я молюсь и пощусь Постоянно И я Могу надеяться И я могу Рассчитывать на то Чтобы ты Иисус Пришел тогда Когда мне это необходимо Мне не надо потом Мне не надо завтра Мне не надо Когда ситуация ушла из-под контроля Мне сейчас надо И я не виновен Ни в чем перед тобой Я все делаю Иисус Для того чтобы ты был доволен мной И я могу рассчитывать И могу надеяться на то Чтобы ты пришел тогда Когда я тебя жду Так думала Мария и Марфа Но Иисус не пришел И более того Мы читаем В Евангелии от Иоанна В одиннадцатом стихе Это одиннадцатая глава Мы все в одиннадцатой главе С вами находимся В одиннадцатом И пятнадцатых стихах Мы читаем Лазарь друг наш уснул Он говорит своим ученикам Но я иду разбудить его Ученики его сказали Господи Если он уснул То выздоровеет Иисус говорит о смерти его А они думали Что он говорит о сне обыкновенном Тогда Иисус сказал им Прямо Лазарь умер Внимание И он говорит такие слова И радуюсь за вас Что меня не было там Дабы вы уверовали Но пойдем к нему Лазарь умер друзья Иисус уже не только весть Получил о том что Лазарь болен И он ничего не сделал для того Чтобы пойти и исцелить Лазарь То есть не вмешался в ситуацию Как на это рассчитывала Мария и Марфа Он уже получил весть о том Что он умер Все Никакой надежды Лазарь умер Некого исцелять уже И он говорит Знаете ученики Я радуюсь Что меня там не было Трагедия Подожди Иисус Не понял Что Ты радуешься Что тебя там не было Что Лазарь умер Ты радуешься Что тебя не было в моем бизнесе И он развалился Ты радуешься Что вот эти отношения Которые я строил Развалились Ты радуешься Что домашняя группа Которую я делал Развалилась И ты не пришел Ты радуешься этому Чему здесь радоваться Иисус Это трагедия Почему ты не пришел Почему тебя не было Там когда В тебе была нужда Когда еще Лазаря Можно было исцелить Когда можно было Возложить руки на него И сказать Изыди Всякая болезнь Разрушить ее Но он умер Ну говоря слова Радуюсь за вас Он хочет сказать Что его отсутствие Было для них полезно Как Отсутствие Бога В наших делах бывает Нам полезно В чем же польза тогда Когда Господь Не приходит своевременно В нашу ситуацию И не изменяет ее Так как нам этого Хотелось бы В чем польза Давайте будем разбираться И первое В чем польза Когда Иисус задерживается Или Бог задерживается Послушайте Его промедление Учит нас Что любовь Божию Не следует оценивать По текущему положению дел Еще раз повторю Его промедление Учит нас Что любовь Божию Не стоит оценивать По текущему положению дел Если Бог не пришел И твоя ситуация Развивается не так Как тебе бы хотелось И твои дела Сегодня Не очень Или совсем не очень Это не значит Что Бог тебя не любит Это вообще ничего Согласно Божьей любви Не значит Мы не можем оценивать Божию любовь По ситуации Которую мы проходим Когда мы просим Его Он часто откладывает Свою помощь Для того Чтобы чему-то Нас научить Задержка Бога в пути Называется Божественное промедление Есть такое понимание Божественное промедление Он может сделать Это сейчас Но он это не делает Для того Что ему важно Прежде что-то сделать В нас Чем для нас Он хочет изменить нас Может быть Через ситуацию Которую мы проходим А не ситуацию Саму Потому что Некоторые сложные ситуации Меняют наше сердце Некоторые сложные ситуации Изменяют наш характер И это очень важно Для Богу Ему важен Важен наш характер Важна наша душа Важен наш внутренний Человек А не та ситуация Которую мы проходим И каждую ситуацию Бог использует Для того Чтобы обернуть Ее Нам во благо Потому что Слово Божье говорит Что призванным По его изволению И любящим Господа Абсолютно все Содействует Во благо Абсолютно Это я уже добавляю Добавляю это слово Новый русский перевод Все Содействует Ко благо Сама ситуация Может быть не благо Которую ты сейчас Проходишь Но в итоге Когда ты ее пройдешь Она для тебя Послужит Во благо В этом промедлении Бог друзья Вызывает в нас Жажду по нему Когда ты находишься В стесненных обстоятельствах Ох как ты ищешь Бога Ох как ты ищешь Бога Я всегда Повторяю О том что Когда мы летим В самолете С моей супругой И его начинает трясти Она Молится Горячее всего Я никогда не видел Ее такой молящейся Как она сильно молится Когда самолет Начинает трясти Понимаете Когда твою жизнь Начинает трясти Ты так начинаешь Бога искать Я ни разу не видел Чтобы люди Которые живут в комфорте Усердно искали Бога Но я так много раз видел Когда у людей Случаются какие-то проблемы Как они жадно ищут Бога Как они хотят Его присутствия И поэтому Бог иногда Медлит Так же Бог Своим божественным промедлением Учит нас жить верой А невидимым Мы часто Хотим жить видимым Мы хотим трогать Мы хотим контролировать ситуацию Мы хотим в ней пребывать Мы хотим видеть Как она развивается Но иногда нужна вера Которая развивается В плоскости невидимого Когда ты не видишь Что происходит А стоишь На слове Божьем Стоишь в вере И твоя вера Она становится драгоценнее И когда проходит испытание Она становится Как очищенное золото И даже лучше его Иисус сказал Приду на землю Найду ли веру Зачем мне нужна вера Если у меня все классно Во что верить? Чтобы все так было классно В это только остается верить Чтобы это классно не прошло Но когда у меня есть Разные проблемы Я стою верой Когда у меня есть болезни в теле Я верой стою за исцеление Когда у меня есть проблемы В моих финансах Я верой стою за благословение И вера моя Она растет Растет От веры к вере От силы к силе Бог тренирует нас Он классный тренер Он знает какую дать тебе нагрузку Он не переборщит Он не даст тебе больше того Что ты можешь вынести Он всегда будет рассчитывать на нагрузку Но каждый раз Когда ты будешь выходить из этой тренировки Ты будешь всегда выходить более сильным Более подготовленным Более способным противостоять разным трудностям Это классно Бог учит нас безмерно доверять своим промедлением Ему Когда он не приходит своевременно Нам ничего не остается как доверять Но мы не должны жить когда ничего не остается Именно так Мы должны доверять безмерно Богу во всем Невзирая ни на что Мы должны Ему доверять И Бог учит нас видеть В тех ситуациях где мы слабы То что он силен Потому что в нашей слабости Бог являет свою силу И когда мы слабы Когда мы сами не способны У нас в такой момент Появляется свидетельство Божьей славы Не я сделал Господь В такой момент мы делимся свидетельствами Я помню как один проповедник рассказывал о том Что они покупали здание церкви И землю под нее Вернее сначала землю А потом там строили церковь И вот когда земля стоила небольших денег Они не смогли найти на покупку этой земли деньги И потом цены стали расти И говорят выросли кратно И они взяли эту землю Уже за В несколько раз В несколько раз дороже И говорит он Я задал Богу вопрос Говорит Господь А не проще ли было Тебе дать нам эти деньги Когда земля стоила Так дешево И мы могли бы сэкономить Финансы для того Чтобы построить Здание церкви еще И Бог ему сказал Я мог бы Но тогда В твоей жизни не было бы свидетельства И он говорит Я понял Что не от нас зависело А Бог дал эти финансы И у нас появилось свидетельство То что независимо от суммы Если Богу угодно Он может сделать все Потому что Бог всемогущий Друзья мои Промедление Бога Запомните Не значит Его отказ Промедление Бога Не значит Его отказ Он хочет Научить нас Сдерживать Свои желания Когда приходит На помощь Позднее того Как мы его ожидаем Потому что В нас Иногда Желания Настолько сильны Что мы не можем Слышать Господа Не можем Слышать Его голос И когда Он Удерживает Свою руку помощи Мы начинаем Смирять Свои желания Мы начинаем Задумываться И говорить А может быть Это мои желания Может быть Сейчас я стою Когда ожидаю От Господа Каких-то вещей Чтобы они Произошли в моей жизни Может быть Это я сам себе придумал Может быть Бог не говорил об этом мне Может быть Мне надо сверить Свои желания С Его волей Чтобы они Были в коннекте Чтобы они Соответствовали Его воле И тогда мы В таком промедлении Начинаем Свои желания Усмирять И начинаем Искать Его волю Запомните Друзья Запомните Что ожидания С Богом Никогда Не бывают Бесполезными Никогда Если ты Ждешь Бога По Божьей воле Он не приходит И тебе кажется Что это ожидание Это потеря Это утрата Хочу сказать Это не так Это не так С Богом Не бывает Бесполезных ожиданий Именно сейчас Ты что-то получаешь Ценное Именно сейчас Бог готовит твою победу Именно сейчас Что-то внутри тебя происходит Именно сейчас Самый полезный опыт Ты извлекаешь Из этой ситуации Это не бесполезная Ситуация Это не утрата Это не потеря Это приобретение Потому что если мы Живем с Богом Мы всегда Приобретаем Лучше А теряем Худше И если ты что-то теряешь В этой ситуации Ты теряешь только то Что тебе не нужно То что тебе вредит То что тебе мешает То что тебе не дает Развиваться Отпусти Отпусти Разожми руки Если эта ситуация Уходит из-под контроля Может быть ты теряешь Сегодня что-то Отпусти Если ты понимаешь Что Бог не вмешивается Может быть Убрав это Ты приобретешь Гораздо больше В своей жизни Второе Также мы должны понимать Что Иисус Никогда не действовал По уговорам других людей Повествование о превращении Воды в вино Когда был пир в Кане Галилейской Иисус находясь На этом пиру Со своей мамой Услышал от нее Просьбу Что вино У хозяевов Закончилось И Вмешался бы ты Иисус Помог им Выйти из этой оказии Из этого неудобного положения Но Иисус сказал маме Такие слова Что мне и тебе жена Еще не пришло Не пришел Час мой То есть Иными словами Не беспокой меня Сейчас Мама моя Я тебя люблю Я тебя уважаю Он же любил свою маму Но он говорит Не пришел еще Час мой Еще не время Действовать И когда его родные братья Родные братья Уговаривали его пойти в Иудею Для того чтобы там увидели Дела которые он делает Он тоже отказал им Но в свое время Когда пришло время Иисус пошел именно в Иудею Иисус всегда поступает Не под давлением Или влиянием других А он делает так Как только он этого хочет Потому что времена и сроки Знает только он Он сказал однажды Своим ученикам Я ничего не делаю Пока не увижу Отца Творящего И поэтому он не приходит Может быть в ситуацию Потому что он не видит Что в этом есть воля Бога И когда он Видит волю Бога Он вмешивается И он приходит Своевременно И никогда не оставляет нас Так же он и действует сейчас Для нас это предупреждение Друзья мои Потому что слишком часто Нам хочется Чтобы Иисус поступал так Как нам этого Хотелось бы Чтобы Бог Действовал так Как мы это себе запланировали Но все Писание говорит о том Что мы должны исполнить волю Господа Все Писание говорит о том Что Его воля благая угодная и совершенная Бог говорит о Давиде Что он есть муж По сердцу моему Потому что он знает Желание моего сердца То есть волю мою знает И исполнит ее Сказано в слове Так же и мы сегодня с вами Братья и сестры Должны исполнять волю Бога А не Бог должен исполнять нашу волю Мы служим Богу А не Бог нам И часто мы забываем об этом Часто мы упускаем это из виду Часто мы огорчаемся Почему Бог не вмешался Почему он своевременно не пришел Да потому что ты его воля не знал Потому что ты действовал по своей воле И Бог не обязан был исполнять твою волю Она может быть даже не согласовывалась с Божьей волей Поэтому он и медлит Поэтому он и не пришел И третье Если Бог будет делать желаемое нами То у него не будет возможности Превзойти наши ожидания Еще раз повторю Если Бог будет делать желаемое нами То у него не будет ни малейшей возможности Превзойти наши ожидания Ибо если Сила Бога Бывает менее значительной Чем это предполагалось Или она соответствует Природному ходу дел Допустим Некоторые вещи Они могут произойти И по природному ходу дел И мы даже тогда не замечаем Что Бог вмешался И чем ближе к обычному порядку природы Находятся дела Божьи Тем менее важными они кажутся И тем менее Слава От того что делает Бог Пребывает на этой земле И так чтобы ученики Признали воскрешение Лазаря Божьим промыслом Иисусу надо было Два дня побыть на месте И довести ситуацию До такой степени Чтобы Лазарь Умер Потому что если бы он Пришел И исцелил Лазаря То бы это могло бы Казаться просто Человеческим врачеством Или просто литургический сон И он пришел Его разбудил Или он дал ему Какие-то травки Или еще что-то И Лазарь Не умер Но когда Лазарь умер И Бог воскрешал его Тогда эта ситуация Прославила его Потому что Бог сказал Это болезнь Не к смерти А к славе Божьей Знаете Иисус пришел на четвертый день У евреев Было поверье О том что Дух Который выходит из тела Он три дня Обитает рядом с телом Летая над телом Но вот на четвертый день Дух безвозвратно уходил от тела Так верили иудеи И они понимали И они понимали Что на четвертый день Невозможно Никому Возвратить дух Назад в тело Для того чтобы оно ожило Иисус пришел на четвертый день Когда тело Лазаря Разлагалось Сказано что Смердило Запах Зловоние Наполнили То место Где Был заперт Лазарь Иисус пришел в тот момент Когда все Вокруг понимали Что Сделать Ничего Абсолютно Нельзя Посмотрите Даже Сестры Которые Встретили Иисуса Они говорят Ему такие слова Это Иоанна 11 глава 21 стих Господи Если бы ты был здесь Не умер Брат мой Все Потеряно Надежда Ушла Вот если бы раньше ты пришел Тогда бы да А сейчас все Ничего сделать нельзя Ну дальше Марфа Говорит такие слова Я не знаю Может быть она с испугу сказала Как бы не свойственно Ее характеру Но она говорит такие слова Ну и теперь знаю Что Чего ты Попросишь у Бога Даст тебе Бог Потому что Почему я так говорю Что с испугу Потому что когда Бог ей сказал Что Лазарь Воскреснет Она говорит Знаю что воскреснет В последний день Развернулась и ушла Непонятно Вот иногда мы знаем Господь Что ты можешь Что-то произвести В нашей жизни Что-то неординарное Но так не живем Как знаем Как-то поступаем Совершенно По другому Если ты знаешь Что тогда и стой В этой вере Тогда и действуй Относительно этого знания Но она как-то поступает Неразумно Она говорит Знаешь Господь Я знаю что Чего бы ты не попросил Сегодня у Бога Вот сделает он Он как воскреснет Знаешь Марфа Каким-то удивительным образом Показывает Чрезмерное Доверие Богу Она говорит ему Господь я не понимаю Что происходит Вот эти слова Они говорят так Бог я не понимаю Что сейчас происходит Но я доверяю тебе Как точно сказано Вот как нам Это полезно Нам надо жить Именно так Бог Я сегодня нахожусь В такой ситуации Где не понимаю Что происходит Вот все ушло Из-под моего контроля Я не контролирую Эту ситуацию Я вообще не понимаю Что происходит Но Я доверяю тебе Я знаю Что я молюсь В этой ситуации Во имя Иисуса Христа А если Иисус Христос Что-то попросит у тебя Господь Ты сделаешь для него Он сам говорил об этом Поэтому я сегодня Не понимаю Но я доверяю Вот какая позиция Должна быть у нас В каждой ситуации Где мы Не понимаем Что происходит Бог я не понимаю Но я доверяю И я буду стоять На этом И я буду доверять тебе Когда даже все люди Будут меня отговаривать И говорить Что все Все ушло Безвозвратно Все потеряно Все уже смердит Ничего нельзя сделать Нельзя возвратить эту ситуацию Мне все равно Господь Я буду доверять тебе Я буду доверять тебе Я буду доверять тебе Я буду доверять тебе Я буду доверять тебе